Сегодня задумался над тем, какое огромное значение имеет православный пост, чтобы на планете воцарелись мир, благосостояние, взаимопонимание. И я понимаю ваши сложности. Если вы истинный православный христианин, то есть вы не просто числитесь в приходе какой-то православной церкви, периодически туда заходите, или живете просто на территории, где распространено православие. Если вы истинно поддерживаете эту веру, то вы обязаны соблюдать православный пост. И я понимаю ваши сложности. Постов масса. Есть четыре длинных поста. Великий пост завтра начинается. Петров пост. Успенский пост. Рождественский пост. Есть еженедельный пост по средам и пятницам. Однодневные посты. Сплошные седмицы. Их тоже пять. Одна из них заканчивается сегодня. Сырная или сыропустная неделя. Или по-другому называют ее масленица. Это тоже православный пост. И каждый пост накладывает свои диетические рекомендации. Свои ограничения на ваш рацион питания. А вы понимаете, что пост не адаптирован под ваш пол. Под ваш биологический или паспортный возраст. Под ваш уровень здоровья. Под ваш образ жизни. Под те экологические условия, которые вокруг вас регулярно ухудшаются. Под те резкие изменения погодных и климатических условий, которые сегодня на планете происходят. Пост под это не адаптирован. Поэтому мне и задают вопрос, как правильно соблюдать пост, чтобы себе не навредить. Чтобы была польза, а не вред. Я прекрасно понимаю, что мои знания как врача-диетолога могут помочь адаптировать пост ко всем тем переменным, которые вы обозначили. Но, вы знаете, я советую, это надстройка. А есть фундамент. Поэтому я советую обратиться к моему учителю. Он более компетентен в этом вопросе. Большинство из вас его знают. Не все, но большинство знают. Он советует очень интересную диету. Я бы назвал ее, это эмоциональная диета. Зовут его Иоанн Златоуз. Он считал, что истинный пост это удаление от зла, обуздание языка, отложение гнева, укращение похоти, прекращение клеветы, лжи, клятва, преступления. Я думаю, что если вы будете соблюдать вот эти рекомендации, ваша нервная система будет работать в оптимальном режиме. А с ней взаимосвязано, неразрывно работает эндокринная система. Они обе регулируют обмен веществ в вашем организме. И даже если вы резко ограничите свой рацион питания, они помогут вам его сбалансировать на клеточном уровне и не пострадать. Ну конечно, если у вас есть жесткие изменения в состоянии здоровья или какие-то другие особенности, например, беременность, кровление грудью. Я прекрасно понимаю, тут жестких ограничений быть не должно. Но рекомендации диетические должны быть мягкими, адаптированными под ваше индивидуальное состояние. Это я вам могу помочь сделать. Но если вы решите вариант с основой, если вы хотите того или нет, если вы считаете, что кто-то не заметит. Вот я вольно или невольно что-то там не так сделаю. Люди это не заметят. Люди-то не заметят. Вы знаете, есть хорошее выражение. Бог вам судья. Хотите вы того или нет, вольны или невольны, если вы нарушаете вот эти заповеди, которые обозначил Иоанн Златоуц. Вы знаете, конечно, некоторые могут рассчитывать на индульенцию от другого человека. Да, это меня он сказал, это он мне сказал сделать. Или вот он мне отпустил грехи. Вы знаете, люди это люди. Это не наместники Бога на земле. Это такие же люди, они все одинаковые. Все из плоти и крови состоят. И увы, ничто человеческое им не чуждо. Поэтому, если вы придете в церковь, вам грех отпустят. Ну, он никуда же не делся. Вы его будете отрабатывать. Вы будете отрабатывать. Дети будут отрабатывать. Внуки. Не существенно кто. Потому что подсознательно вы понимаете, что вы эти заповеди нарушаете. И подсознательно у вас, знаете, такая эмоциональная зарубка произошла. Вы сами себе навредили. Зачем вам это нужно? Вы знаете, если православные христиане будут соблюдать православный пост правильно, им некогда будет нарушать заповеди. Потому что более половины года фактически православный христианин находится на посту. Он ведет пост. Он готовится к ним. Он выходит и заходит в новое. Воевать некогда. Вредить некогда. А работать есть когда. Пост. Это не регламентировать. Пожалуйста, работайте в свое удовольствие. Выполняйте свое предназначение. Но думайте о том, о других людях. Относись к человеку так, как хочешь, чтобы он относился к тебе. Понимаете? Ведь напротив вас зеркало. Если вы человеку улыбнулись, и вам улыбнутся. Если вы состроили гримасу, скорее всего, что вам тоже состроили гримасу. Хотя люди с хорошим чувством юмора улыбнутся в ответ. Поэтому, вы знаете, если православный пост будет соблюдаться всеми, а не избирательно, кто-то соблюдает, а кто-то считает, что его нарушение пройдет незамеченным, или он настолько сильный, что может это не замечать, а он может переступить через любую заповедь, ну, это ваш выбор. Никто от ошибок не застрахован, а ошибки, которые повторяются тем более. Бог вам всем судья. Бог нам всем судья. По нашим делам, по нашим поступкам, по нашим словам. Но если вам нужны, я уже вам предложил, диетические рекомендации, не вопрос, как адаптировать православный пост вот тот комплекс ситуации, который вы имеете, индивидуальную диету составляет. Я просто контакты вы видите. Вы легко можете обратиться. А я подумаю, какое еще видео написать. Для вашего здоровья и активного долголетия. С наступающим вас великим православным постом. Он реально великий. Делайте великие дела. Продолжение следует...